Прежде чем я, можно сказать, увлёкся прозой, в юности я больше любил стихи. Постоянно у нас дома было очень много стихов, хотя библиотека у мамы была очень большая, но я почему-то и в детстве, в юности, любил именно читать стихи. И сюда, кстати, привёз в основном стихи из Советского Союза. Ну, ввиду того, что писать я стал не так давно, где-то в 2012 году, но у меня есть большой набор рассказов для самого себя о поэтах, которых я любил. Я знаю, о чём они пишут, как они пишут, их настроение. Ну, и поэтому у меня вот есть, за несколько таких стихотворений, которые, в общем-то, связаны с определёнными поэтами. Когда вы читаете Блока, у Блока всё-таки специфический поэт. Ну, немного пацифист, он очень часто не в таком хорошем настроении, когда выражает свои мысли. И вот я такое написал стихотворение «Путь в никуда однообразен». То есть это по стихам Блока. Кому сейчас какое дело? Безумен я или пуст внутри? Не спорю, всё-то осточертело. Себе хотя бы ты не ври. С утра босой росой обильно смочил ступни усталых ног. Но телу, телу не посильно внимать лиричность и урок. С душой своей я не согласен. Ей дела нет, как, впрочем, всем. Путь в никуда однообразен. Не так я мнил себе Эдем. Опустошённость настигает. Не спасёт эфирность рос. Что ж безысходность так терзает? Ответа нет. Не мой вопрос. Ну, не мой вместе. Когда-то, очень давно, я читал у Лермонтова очень интересное сихотворение. Называется оно «Нищий». И потом я о нём просто забыл вообще. И недавно оно мне попалось снова. Просто открыв Лермонтова, прочитал это сихотворение. И у него такая боль в нём по тому, что происходило в тогдашней России, что я постарался написать сихотворение к Лермонтову, чтобы последние четыре строчки нищего вошли как продолжение моего отношения к Лермонтову. Значит, они должны просто быть, последние четыре строчки, как органично войти в них. Так не хватает мне тебя, твоих тревожных воздыханий. Мелодий трепет, как слеза, кавказа зыбких очертаний. Твоя печаль под маской скорби к Россию с участью иной. В ней пропадает всё, как в проруби. Твоих увещеваний гнольд уже давно всех не тревожит. Забыто, попра на мораль. Твой гордый дух ни дух не зложит. Не истребить молве печаль. Прости, тревожился напрасно. Изгнальник ты в сердцах людей. Сегодня проповедь невластна. Всё мельче жалости ручей. Обители святой уж нет. Народ не просит подаяний. Но и как раньше хлеба след Камнем сжигает скобь страданий. Так я молил твоей любви Слезами горькими с тоскою. Как чувства лучшие мои Обмануты навек тобою. Не вы одна поздравляли под молодежью. Видели-видели. Да, да, да. Видели-видели, да? Понятно. Видели-видели. Вот. В 27 лет Ахматова уже познала Как говорится, горечь бытия. Она уже познала, что такое несчастье, Что такое быть Поруганной И в жизни. В общем, всего за 21-х 7 лет На неё свалилось достаточно. И стихи этого времени У неё были тоже О любви какие-то Как будто бы она уже не верила В эту любовь. Хотя у неё ещё впереди Была достаточно бурная жизнь. В одном из стихотворений Она написала Все отнято И сила, и любовь В немилый город Брошенное тело Не рада солнцу Чувствую, что кровь Во мне уже совсем похолодела. Ну, и вот на эту тему Я написал стихотворение, Которое посвятил юбилярши. Называется «Всё о любви До любви» Ну, как говорится Наперекор Ахматовой. Сильон. Это Светлана. Сильон, Светлана. Сильон, Светлана. Любовь Коварством опорочена Любовь Лишь кривоточенной души Любовь Признанием озабочена Любовь Когда на свете Только ты Любовь К грядущему возмездия Любовь Неотвратимые страдания Любовь Насмешка За бесчестие Любовь Самих себя Непонимания Поверь Любовь Она телесная Её ласкает Брист влечения Поверь Любовь Она безбрежная Её щемят Порой смятения Поверь Любовь Это лишь Таинство Ей подвержены Все помыслы Поверь Любовь Это неравенство Ей чужды Нравственные Домыслы Забудь Все правила Приличия В любви Одна лишь Суть Влечения Забудь Маловыкосноязычие Любовь Двух Туш Переплетения Забудь О порче Репутации Вокруг У всех Свои Соломинки В глазах Забудь Отдайся Ситуации В любви У всех Свои Понятия О грехах С Дементьевым Вы все Конечно Сейчас Знакомы Очень Хороший Поэт Но Есть У него Такие Сихотворения Которые Я Не совсем Воспринимаю Что он В них Прав Конечно Когда у нас Жизнь Двигается А чтобы Двигаться Вперед Более активно Надо Не смотреть Назад Но Совсем Забыть То что Было Как говорится Прожитие Тоже Нельзя У него Есть такое Зикотворение Как раз О том Что Никогда Ни о чем Не жалеть И называется С Дементьевым Я вряд ли Соглашусь К чему Жалеть Прошедшие Года Они Прошли Хули Аль Не Хули Уж Не Вернешь Путь Голова Седа И Прошлого Видения Череда Не Вызывает Большего Стыда Более Стыда Остались Сновидения Одни Смотрю Вперед Там Алая Заря Пьянит Иначе Чем В Молодые Годы Зимой Напоминаю Снегаря Один На ветке А вокруг Снега От солнца Набежавшая Слеза Но Нет Благополучия Свободы С Зимень Семен Семен Я вряд Ли соглашусь Не сожалея О светении Души В себя Уйду От жизни Отрешусь От тень Свою Жи Слепо Спотыкнусь И Без стыда Упора Откажусь В Беспросветной Бездушной Бесплотной Души Никогда Ни о чем Не жалейте Как Сказать Жалость Жалости Родин Слезы Жалости Светом Просейте На могилах Родных Цепенейте Призрак Первой Любви Не убейте Это Ваша Душевная Вронь Аплодисменты Продолжение Курниров Вы Называете Он просто Вовремя Умер Кто Сдевет Сдалка Он 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 Прожил Он Он Умер Возможно Возможно Услышал Разрешил Разрешил Право Миша Ну Недавно Значит Недавно Он Пару лет Завтра Вот Здесь Говорили Кое-что О Чучере Что Он Оставил От себя Не так Уж Много Но Уж Очень Такой Приятно Читающийся Автор Вот Я По его Произведениям Тоже Так Вот Как Говорится В голове Что-то Такое Он Тоже Умер Чуть Наедине Чуть Чуть Раньше Чуть Мир Так Широк И Так Огромен Облитый Нежной Лазурью В своей Фантазии Нескромен И Воздух Пьян Наполнен Дурью Уж Солнце Ближе Горизонту И В сумерках Мерцают Звезды Луна Подобна Мастодонту Своими Звезд Считает Верст А мы Оставшись Не бездомны Причувствуем Дыхание Бездны Дыхая Ужас Неуемный Забыв Как Дни Были Чудесны Душа Скукоживши Сметень Себя Вобрав Остатки Тела Жива Лишь Силой Притяжения Видать Совсем Оторопела Забылся Отче Дом Родимый Но Где-то На душе За пятках Сквозь Ужас Столь Необъяснимый Прошедший День Зарбел В догадках Ну Высоцкий Умер 39 лет Назад И День Рождения Высоцкого Да Ты уже 39 лет 39 лет В воду Кануло 39 лет Без него Сколько Разных Бед В стране Грянуло Сколько Светлых Душ Унесло Беззащитное Поколение Даже Солнце Нас Не Спасет Про Кремлевское Раздражение На Отмаш По Свободе Бьет Только Нет Среди Нас Буревестника Хрипотой Не Прорвано Бреж Не Проявится Вновь Душа Крестника Сколько Душу Свою Не Тешь Он Не Мог Дышать Свободую Блухой Хруст Пера Свит Первал От Расстройства Хлюпов Мокротую Доставал Он Нас Доставал Печален Опыт Быть Самим Собой Когда Во лжи Погрязло Зло И Пьяный Рев И Леденящий Вой Горежит Душу Есть За Что Сам Написал Согласие Не Согласие Черный Квадрат Недавно Мне Жена Показала Интересную Заветочку Малевич Написал Такое Произведение Извините Здесь Так Не Говорят Битва Негров В темноте Но У него Ничего Не Получилось И Он Заматывал Все Красной Черной Краской Но Когда Посмотреть Что Там Было Вот Нашли Такую Основу Ну И С тех Пор Черный Квадрат Каждый В Квадрате Видит Что То Своё Вообще Говоря В Любой Однородной Кляксе Человек Задумывается У него Уходит Какой Клякс Что Там Видит Какие Так вот На эту Тему Черный Квадрат Это Конечно Романс На Музыку Пар Гнедых Ну Так как Петь Я Не Могу Поэтому Я Просто Почитаю Ну Зоя Поёт Ну Конечно Да Черный Квадрат Черней Не Бывает Как Там Олевич На Свет Произвёл Душу Униженного Согревает Будто Он Путь В Неизвестность Нашёл Пристально Ищет Он В нём Отражение Веки Набухли Боится Моргнуть Душу Наполнит Тревога Сметением Нет От Судьбы Своей Не Ускользнуть Смотришь Квадрат Словно Холодом Тянет Мистикой Вьет Восьмей Черноты Только Крадучись Таинственность Манит В юной Душе Буйство Внезаперти Или Кокотки Мечты Нереальной Видится В нём В полумраке Ночи Женщине Бедной Во тьме Зазеркальной Грезятся Сны Непорочной Души Знал ли Малевич Судьмы Предсказания Чёрный Квадрат Его Тайну Хранил Чувство Стыда Безысход И смолчания С нами Прощение Души Разделил Чёрный Квадрат Черней Не бывает Как-то Малевич На свет Произвёл Душу Беззвучно Вот в нём Согревает Будто он Путь В неизвестность Нашёл Валера Ты можешь Пluet Про Чёрный Магендовид Рабинович Чёрный Чёрный Магендовид Я знаю Вы Знаю Я Чтоaisia Про Магендовид Я Я Чтоalan Знаете Прочё Про Чёрный Но про Магендовид Несколько слов Музыка Мадонна юмора незаурядного, в нем остроумие бездонный клад, порой шутливого, порой развратного, всегда чреватый смысл ее тират. Благоразумие и воздержание не подвластны с самых ранних лет. Какая мощь, какое содержание, таких, увы, в природе больше нет. Не бывает, любовь молодой, да и старой она не бывает. Разве может быть возрасту той, что бессмертное называют? Просто так уж она либо есть, либо нет, и на то есть причина. То ложится на душу, как песнь, то покажется неизлечимой. А с годами она глубока и становится нежной и тонкой, развивается в сердце тоска от разлуки с девчоночкой тонкой. Не коплю я в памяти плохое, не держу обиды горький след. Радости, гармонии, покоя ничего на свете лучше нет. Разложу стихи по облакам, пусть дождем прольются мне в тетрадку. Им с собой я свое сердце дам и волос серебряную прятку. А ты не пой, ты ходи. Я думаю, что будет слышно, да, наверное? Да, слышно, слышно. Я просто эту... Если вы все знаете, я уже, по-моему, и залепил. Это... На всякий случай. Если женщина входит в твой дом, потеснись, уступи ей просторы, Где болезни, чьи разговоры, ссоры, споры, ссоры, 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 ссоры. Своим чередом сейчас будет. Если женщина входит в твой дом, Приготовь свое сердце к тудам. Если ты удостоился чести, быть хоть сколько-то рядом и вместе. Мир, если стерпится рай и бедла, Приготовь свое сердце к трудам. Если женщина входит в твой дом, Приготовь свое сердце к разлуке. Подобудь про вино и науки, Стань прозрачным, как дом за окном. Если женщина входит в твой дом, Починись ребятам и речам плечам, Ну, хотя бы сначала для беда, Ты узнаешь, что будет и обидам Исчезают всегда по ночам, Уступая губам и плечам. Расскажи ей, как можешь про то, Что печалит тебя и тревожит, Что ты чувствуешь сердцем и кожей, Про шопена и джаз и ватон. Если что-нибудь помнишь про то, Если женщина входит в твой дом, Может быть, она послана вон, И жилье твое станет чертогом, И отныне ты в тайне ведешь, Если женщина входит в твой дом. А кто писал стихи? Это Двойский. Это Двойский. Это Двойский. Это Двойского, конечно, да. Повторим. Ну, надо расстроиться, во-первых. Учтите, я не играл и не готовился к этому вечеру. Мы тебя все простим. В интервью, я просто вот здесь и буду там чего-то такое. Витя, супер. Причем мы тебя на Ютубе не поставим. Мы тебя не поставим. Нет, нет, на Ютубе не поставим. Нет, нет, Саша тебе будет. Волос. В другое место у меня будет. Саша тебе будет. Угол поставлю. Только не в это чё. Вчера, нет, это было раньше, но много дней я проводила до порога своих друзей. Был мне веселым в день рождения, и вдруг цветы в моё открытое окошко бросаешь ты. Вчера, нет, это было раньше, но много лет ко мне зашёл ты небрежно, скатал привет. Вчера, нет, это было раньше, но целый век искрился яркими цветами. Вечерний снег, и город жёлтый, и глазами смотрел на нас. А мы молчали, молчали последний раз. Вчера, нет, это было раньше, но много лет ко мне зашёл ты небрежно, а может, сон или виденье, или кино. Вчера, вчера, сегодня, или завтра, какой обман, я это просто выдумала, но не одна. За что? За любовь. За всё хорошее. Да. Да. Ой. Ну ладно. Надо постоять. Где-то у вас. А? Да. Где-то у тебя, где-то видно. Да, не видно. Беспонятно. Куда-нибудь. Двенадцать. Двенадцать. Видно? Да? Да. Меня? Саша, спасибо. Надеюсь, что мне нужно сделать. Под силу. Когда я скажу. Надо что-нибудь строить. Музыканты не слушайте. Пусть жизнь устроена хитро, Но вот простая аксиома, Хоть едет черный плащ метро, То желтый ждет его у дома. А водный дождик моросит, И день закончится неярко, И черный плащ спешит в такси, А желтый плащ уходит в арку. И как всегда, то смех, то плач, И что поделать в этом мире? Куда-то едет черный плащ, А жуткий ждет его в квартире. Труднее черному сто крат, И как бы ни был, друг мой золкий, Но этот плащ, который желтый, Ведь он ни в чем не виноват. Но этот плащ, который желтый, Веден ни в чем не виноват. Я посвящу ему стропу, Он молчаливый и покорный, Хотел бы быть в одном шкафу, Лишь только с тем, которые черный, Хотел бы быть в одном шкафу, Лишь только с тем плащом, Который черный, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Яша, чья песня, Мищуков? Чья песня? Песня Юрия Стоянова. Ты? Стоянова. Можно помочь, чтобы не дамы? Юрия Стоянова. Сотрясающий поют, потрясающий играет в гитаре. И вообще, он... Он великолепный. Да-да-да, Юрий Стоянов. Юра, ты тоже. Так, я не знаю, что еще. Это вот в реже. Ты лучше знай, Пуша, мы можем тебя потом вылезать. Это я знаю, это я знаю. Нет. Да. Обычный гитарист. Левый ногу поднимает на стручку. Обычный гитарист левую ногу поднимает на стручку. Потому что гитарист играет на этой ноге. Да. Поскольку вы мне подставили под это. Ну, правильно, играет там, конечно же. Как приятно лежать в гамаке с полосатым, как старый матрас. И на собственной левой руке сладострастно давить комарас. Ну, а может, его не давить. Вдруг в асоке, в ближайшем пруду он успел. Уже гнездышко свитчь, И дичам добывает еду. Не сиди ты, комарик, на мне. Ховоток от руки оторви, Полечи и пропой. Близлежащий жене О моей бесконечно. О любви ты скажи, И что я был неправ. По запоршлую среду, Когда дерзко нормы Морали поправ. Сладострастно глянял не туда, Что, конечно, я был дураком, Но не век же гореть мне воду, Лишь за то, что невинно водил ховотком, А ты уже ей погуди, Позвени на мужскую посетую судьбу, А потом от меня лыбезни В эту нежную жилку. На лбу. Впрочем, если ее разбудить, На собой их неверно поймут, Так же нечем долече За смертью ходить, Погибай непосредственно тут, там. Я прочитал, создали иголку обезболивающую на, в принципе, комариновая хабанка, Да. И что это укол, он происходит совершенно не отливание крови, Абсолютно безболезный. Ну, конечно. Кто автор, Стояна? Это чья песня? Чья песня? Ратманского? Стояна. Про комара. И Васишенко? Нет. И Ивашенко. 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 Сейчас вернуться. Сейчас вернуться. Это Ивашенко. Вы хотите, чтобы я еще пел? Да, да, да. У нас там еще есть точек. У нас там еще есть точек. Мы все хотим, чтобы ты пел. У него еще много. У нас 10-10 музыки. У нас 10-10 музыки. У нас 10-10 музыки. Была бы будочка. Была бы песня. Мне нравится у городов песня, что человек с большой газетой зашел в туалет и закрылся. И там дальше говорится, что он много узнал о выполнении плана, перед веках производства, о том, что творится в Америке, безработице и так далее. Я вышел оттуда уже без газет. Так же, я уйду домой без листочка. Ну, что я могу еще допустить? Давай, давай. Листочки. Так тяжело мне дается. Не дали на жалость, Яша. Вы твой потенциал, потенциал знали. Никакий. Не дадим. Я дочь люблю. Есть? Да. Света, подскажи мне. Сейчас. Мажорный. ПЕСНЯ 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 Уже на роман все надо перейти. А можно я за тройку? Давай, я стих прочитаю. Я не знаю. Подочка прислала. А то на следующий раз будет неактуально. Представьте, что сегодня 31 августа. Не, не, нормально, продолжайте. Уходит лето, не прощаясь по-английски. Набросит на скало листовый цветной шаль. Как будто мир наш покидает кто-то близкий. И расставаться с ним невыносимо жаль. Уходит лето, по привычке согревая. Дурмана запахом еще цветущих роз. Уже осеннюю мелодию слагает. На стрелках радуги седой маэстро дождь. Уходит лето, став еще одной страницей. В романе старом под названием «Судьба». Уходит лето, но всю зиму будет снится. Июльский полдень с зимненекой на губах. Это не я, это подружка по одноклассникам прислала. А написала какая-то Елена Серов. Маленькую загуба. Выпей на губах. Девять сел. Не пьется. Что-то пьется. Нет, а пьется. Я еще маленькую не ела. Кто-то зарубил. Я. Если ты добежишь, ты не ел. Это стихотворение, в общем-то, написано моим другом. Человек, который влюбил, который страшно. Он очень такой... Антисемитом не назмешь, потому что он уже сам еврей. Но относился критически к бухарским евреям. Он считал себя там и бухарским евреем. И вот человек влюбляется. Бухарский еврей. И вот он написал ей стих. После того, как они расстарались, он начался. Пытается с ней помириться. Я не знаю, смогу, как это написано, пятисрочным ямом. Получится, или не получится. Называется бухарочка. Бухарочка. Стих незаправленных минут три года минуло. А я все помню, как увидел ту, Которую веками ждут, и место в памяти хранят. И красотой ее сраженной, лишь зову повинуясь, Он шел к ней, как в сердце пораженный, Всем существом завороженный, Не веря в то, что это сон. И весь снобизм шел куда-то, Когда красавица с угла, Спросив на классном русском что-то. Или я жду сегодня кого-то, Рукою чай мне подала. Кого мне ждать, Когда с тобою совсем недалеко сидит И движет царственной рукою, Качая гордой головою, Сама повиня говорит. Не ожидал дикарь блюдливый, Что будет нечем укрыть, Когда узнала, что это дива, Так хороша, умна, красивой, Бухарочка ее может быть, Что средь бухарского сословия Возможно самородка в вал. И ощутив то чувство новью, Я к молоджановым с любовью Вот так внезапно воспылал. И любу мне услышать, как, Смахнув ресницу на носу, Не нужен нам совсем дуршлаг, Его я делаю вот так, Шурпу, лазанью и самсу. И то лишь штрих портрету милы, Способной реки опустить спять, Моей бухарочке любимой, И ставшей мне родней родимой, Что лишь дурак мог не понять, Как мог обидеть я святую Среди ежедневной суеты Бухарочку мою родной, Той дивы, душу неземную, Твой родниковной чистоты. Я обращаюсь к Богу с думой, Бреду, о бестер дорогой, Ты укажи мне путь к любимой, Единственной и неделимой, К моей бухарочке родной. О, Боже милостный, знаю, Я верю в силу, мощь твою, Я так прошу, я умоляю, Я всем святым вас заклинаю, Верните мне любовь мою. Я так знаю, товарищи, но я прочитал. Бухарочки, это бухарские евреи. Это бухарские евреи. Да, я понимаю. Она приехала, одна из первых, Кто когда-то уезжал, В тем годы, 79-м, Бухарские евреи никогда не уезжали. Каждый, кто уехал с Узбекистана, Из Бухарских, это был таким предателем, Это было такое предательство. Она приехала в Нью-Йорк, Она стала работать в Нью-Йорк. Я думал, это все бутыльничек, Бухаречка, это бухаречка латынь, Которая чрезмерно опробует. Бежмами. А человек, который написал ей, Он такой саркатик, Он так относился, Он все так оринизировал, Что они все, Это же сапожники, Это же все, ну, Сапожников не трогать. Такая штука. Сапожников наших не трогать. Сапожники не трогать. Вот как-то работе есть. Ребята, сапожник, сапожник, Бухареи, это другие сапожники. Это тоже. Средний сельсий, другие. Я тебе хочу сказать, Я уже об этом говорил, Что мы в детстве все выросли со считалочкой. На золотом кольце сидели. Царь-царевич, Король-корабевич, Сапожник-портной. Кто ты будешь такой? Да, да, да. Котов-бандист. Ну, я-то голова. Котов-бандист. Да. Сапожник. Я же готов. Ты готов, Яша? Ну, давай. Последний. Прощай, мой салон, Мой любовь, Мой повелитель. Так много счастья Я связана с тобой. Пока ты есть, Меня нельзя обидеть, Ты мне подарен Ласковой судьбой. Пока ты есть, Меня нельзя обидеть, Ты мне подарен Ласковой судьбой. Теперь мысленно Я буду возвращаться И даже в самый неуроченный час Приду к тебе Не в силах распрощаться Ничто на свете Не разлучит нас И вот ты стал моим Воспоминанием Тобою грехом Твою семейку Ну вот тяжело испеть Это новая песня, она Она идет под... Саша, гостя, гостя, гостя. Слова Александра Шпанина Музыка народная Народная Про дождь, помнишь про дождь? Я дождь люблю Когда... Это можешь? Так, ребята, все Выпить пора Спасибо За хорошие идеи Я вообще не могу А я вам бабушки Стихи 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 Плывнулся с позаранок Лягушата Квакают В пруду Малышок мой Доедает завтрак Будет бегать С мячиком В саду А еще есть Еще одни Прочти Тогда и сейчас Это касается Нашей венской эмиграции По дороге сюда Мы заехали Нечаянно Нечаянно Нас послали В Вену Вот Я была молода И, наверное, красива Шла по улицам Вены Мимо мчались такси Надо мной ароматы Кофеин носились Взгляд любимый сказал Ни о чем не проси Я вернусь в этот город И пройдусь По Кенштрассе И в любом из кафе Шоколад закажу И по чашечке кофе Под зонтом на террасе И теперь ни о чем Я уже не спрошу А потом закажу нам По чашечке мока Вспомню И любимые вспомню Стихи И серебряный век Будет так хорошо Но чуть-чуть одиноко Желаю Аплодисменты Еще тебе Еще не напечатал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...